Друзья всем привет с вами канал Китайфак и сегодня мы с вами разберем лазерный уровень ши-джин, посмотрим меняется ли у него аккумулятор и посмотрим какие есть у него ястировочные винты. Для разборки нам понадобится крестовая отвертка, надо будет выкрутить вот эти четыре болтика и снять две башни, вот эту и вот эту, потому что корпус раскладывается на две половинки. Также нам придется отклеить эту мембранную клавиатуру, для этого мы воспользуемся маленькой плоской отверточкой, чтобы ее подцепить. Так, ну давайте начнем, я сначала ослаблю эти болты и откручу башни. Друзья верхняя башенка сидит крепко, надо ее чуть-чуть подковырнуть отверткой, вот так она выглядит, здесь есть резинка, это говорит о влагозащите прибора. Так и передняя башенка также идет через резинку, я ее уже снял, она снимается попроще и хочу вам сказать, что она сделана из металла оказывается, она по весу такая увесистая, которая сверху башенка, она сделана из твердого пластика. Так, ну и теперь раскручиваем прибор полностью, после того как вы открутили все болты нужно аккуратненько приподнять мембранную клавиатуру и потихонечку ее отклеить, вот в принципе она вся отходит. Да, кстати эти резинки придется тоже достать и потихонечку раскладываем прибор, вот таким образом. Так друзья, что касаемо аккумулятора, аккумулятор находится в этом боксе, он достаточно там плотно сидит, поэтому я доставать его полностью не буду, аккумулятор конечно своеобразный, не стандартной прямоугольной формы, поэтому скорее всего заменить его будет проблематично, но новые приборы сейчас уже поставляются в Россию со съемным аккумулятором, который можно просто достать и заменить на другой. В старой версии идет вот такой встроенный аккумулятор. В целом внутренности сделаны неплохо, нивелир имеет две настройки, можно настраивать каждый излучатель по отдельности вот этими четырьмя болтами, что сверху, что снизу, либо вот эта вертикаль и ее четыре болта и также если есть у вас соосное смещение, то можно настраивать непосредственно сам маятник. Вот один большой болт под шестигранник, и здесь второй болт под шестигранник, который отвечает за это смещение маятника, а этот болт отвечает за вот это смещение маятника, то есть если при соосном смещении всех плоскостей, то непосредственно можно настроить быстренько уровень вот этими двумя болтами, либо же настроить отдельно любую плоскость, как я говорил вот этими четырьмя болтами. Такие четыре болта есть у каждой лазерной трубки. Вот в принципе такое устройство у этого лазерного уровня и в следующем видео я проверю его на точность, посмотрим насколько он точный. Друзья, на этом все, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на звоночек, чтобы не пропустить новые видео, ставьте палец вверх, всем добра, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok